итак всем привет с вами Допгай и мы продолжаем играть за медведей коммунистов в эквестрию готовы мы уже напасть на ченджлингов почти готовы надо доделать дивизии надо чуть-чуть доделать вот здесь вот фокусы может здесь очень важные фокусы после чего мы уже будем реально готовы атаковать так что поехали если вы еще вдруг не подписаны обязательно подписывайтесь а мы продолжаем и я вот смотрю за фронтом и блин бои очень-очень активные как будто все таки они пушат все еще дальше но я думаю это ненадолго тут на самом деле теперь очень много промышленности объединилась очень много дивизии объединилась теперь все так просто у них не будет вот уже обязательная служба пошла кстати говоря по manpower тут только пока расширенный тоже обязательно в общем то я думаю да я думаю учеников большие проблемы и очень большая проблема у них сейчас будет в тузе если вы понимаете о чем я и так у нас лордный винтик роль народных масс войнам рабочим достал сейчас свершить революцию до один видом это миллион поделенный на миллион а уж только ними не волка медведь это говорит вот макс игра докачали вообще все наши медвежьи технологии тоник выходим уже наверное в авиацию а на востоке империя грифонов тоже стал очень большой и я боюсь с публикой грифонов скайфолом вединой и аквелий одновременно достаточно про война я не думаю что не победят хотя шансы конечно есть и здесь фронт да реально застыл и по ощущению чейнлингов уже выбрасывает обратно ну мы как будто скоро поможем но нам нужно все еще пройти через все фокусы черт возьми все должны дать то что у них есть добровольно все дадут и мы теперь все берем единии лидера партии и масс получаем мы с дружества нации плюс военобязанной без стабильность плюс при распочинении что сигара круто и минус время оправдание при войне то есть в принципе достаточно полезно вроде как и у нас также теперь есть вот это вот эти где есть строительство смысле производства хранения макс эффективность объема общем-то космические сильные баф как обычно и так великая борьба айсбергу не нравились жалобы и пока что они сходили из тех кого не мог почистить так сказать да но он мог рассматривать как сам понимает да да барьба революсника не закончится по имидем дайте на вершине нашего общества айсберг 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 круто единственное конечно не кто то что нам все еще надо кучу фокусов сделать и это же не пропустится да это не пропустится но вот это нам все еще надо надавать все таки вот это все это делаем начнем с конечно же военного завода которых нам очень не хватает я думаю мы уже будем делать козы были и вот чейнерги поняли что ус просто не прикрыт надо срочно его под прикрыть а уже поздно то смотрите по этому сиди всех-то не хватает бабеньки они уже явно наш натиск не сдержит их туз учену строю gd вот сюда 2 ловала чтобы ну снабжение шло сюда ставить вот нам нужно вот отсюда ввести и можно было конечно продолжить вот так я уже наверно буду использовать вот эту хоть она и не идеально далеко после чего я бы наверное конечно попробовал проложить же да вот сюда потому что мне нужно соединиться будет с их обжением а еще так чисто на будущее я здесь тоже проведу gd чтобы наши как-то части были соединены я хотел бы еще все вот этот бачок получить но я понимаю что мы не успеем до до конца кб чтобы объем под конец и будем наступать уже когда получим потому что он очень сильно здесь минус очень жесткий расход припасов 15 процентов это вам не шутки и вот она подходит до 12 марта являем войну аж наступать я не хочу я говорил дождемся снижения у нас то что еще это фельдмаршала 20 15 точнее не 20 и сумме очень жестко потому что у нас видите куча бафов и мишка тоже снижает сверху еще и рота обеспечения в общем то я бы сказал очень сильно это все работает ну давайте может попробуем хотя бы и защиту на вкус и у нас щитки у нас щитки посмотрите что происходит с их дивизиями это у вас танки нет танки у нас наши медведи как танки просто посмотрите на это как же они разрывают их дивизии против танков атаки вас не так много как бы все еще очень солидно очень солидно конечно пока что наши потери мы не увидим сколько мы им наносим но тем не менее да против обычной пехоты точно идут щитки а значит война будет не тяжелой так конечно с танками да как-то потруднее но все еще противника атака она хотя бы есть и урон наносится а мы продвигаемся вперед вместе с этим из крициальным период очень жесткий удар новости как будто здесь сейчас войска их будут просто под закрыты будет очень неловко для них но очень удобно для нас уже вообще здесь вот такого советника я бы его хотел взять обязательно раз для каждого раньше но мне честно говоря нужно вот этот еще на плюс 15 атаки 2 с обороны к дивизиям это просто безумно мощно нам это супер надо ну и пока наш марш просто не остановить медведи сошли со своих гор и все они обидели не тех мишек мистических мишек как известно обижать очень опасно для здоровья и получили мы еще вот этот место расход припасов отлично раздела великие столб экономики и это получается минус 20 расходов припасов то есть почти скоро на нашей дивизии почти что от энергии солнца но на самом деле будут они просто питаться врагами только не побеждают мы просто пушим вперед потихоньку вручную я не спешу никуда поэтому можем мы спокойно вручную этим всем заниматься проблем никаких с этим особых нету и мы соединяем здесь же дэна блокешно обсудить все раньше блин верно я что это но вот это она после чего у нас здесь станет чуть получше по припасам но у нас все еще все отлично по припасам на хватает почти всегда локального снабжения дебафы бафы как бы на снабжение у нас просто безумные и добиваем и здесь ребят которые забыли отступить либо не думали что мишки возьмут их уничтожат но под руководством нашего генерала мишки конечно конечно мы очень успешно прорываемся мишка уверенный себе генерал таких не стоит недооценивать же кажется появляется другая проблема а со фронт слишком широким бы это была ожидаемая проблема видимо потихоньку делаем я же решил не делать пехотной дивизии поэтому ну как бы я совсем все идеально я думаю пойдет как бы нас все равно если они начнут кушать с удачей им с этим нас не по припасам проблем не бы нету и не будет и по защите если вдруг они перейдут наступление моих просто развернем обратно легко что хотят в нас они атаковать в этом растянушуюся фронту и пытаются вот кстати говоря одна из так сказать нескольких уцелевших танковых дивизий под командованием эльвира роланда так называемого но даже она не может справиться с натиском танковых медведей а еще добавляем наши дивизии рссу дополнительная софт атака всегда не лишняя нас эти говоря наверное будет сейчас очень не хватать пехотного оснащения именно в гарнизоне поэтому надо будет наверное под увеличить производство реквестор это все тоже пушит душит потеряли от нас пока что только 130 тысячи мы против них 12 потеряли потерям конечно размены невероятные посмотрите как арфинская империя появилась и колени создала ее такую народу южной грифонии интересно интересно а еще мы тут немножко от дивизии загружаем потому что она очень от подходим уже к их столице даже могут они на штате стоить просто ну и как еще вот и танковые тоже окружили неплохое достижение танковые дивизии очень для нас болезненно потому что мы их не пробиваем иногда среди пробиваем уже вот они навсегда пробивают и щитков против них нету и хардовой атаки у нас маловато конечно как есть о и генерал мишка освоил новые силы штрафа заметность приспособленец это очень сильно это сколько у нас бафов во всякие местности типа лесов и холмов приспособленца мы просто можем атаковать как будто там чего и нету наверное да видите местность наоборот дает плюс 10 к атаке вот возьми защищаться в лесах просто категорически запрещено наоборот типа знаете еще где бы равнинка хоть было чтобы мишки в лесу не выебали и так 10 принципов создания монолитной идеологической системы тел на борьбу за меня общество под айсберг айсберизму айсберг вечный вождь те должны защищать айсберга и должны вражаться идеями айсберга и должны повиноваться беспрекословное повиновение оказывать айсбергу мы должны приобрести диалоги силу воли и единства вместе с вождем учиться у айсберга жители политическую жизнь которые дали партии вождь и жесткие организационные правила и двигались как единция под листом партии да и мы должны переводить поколение поколение достижения революция центр который бы великий товарищ айсберг отлично что-то у нас еще есть и что же я думаю вот с этими олен этот с талионизм верно нет нет это не то что нам надо давайте кого-то сюда запретила мне неудачь из талионизма поехали а вот и еще две дивизии оказываются удачно нами окружены вам только успеть вот здесь их перехватить но в целом по ощущениям до успеваем отлично каждая танковая дивизия удаленная очень упрощает нам все дела на фронте это может быть их саталийцы осадов в ракса происходит вернули был взят осаду из нее эвакуировала только жестче сражались до медвежьи силы снаряжены противогазами и дробовиками блин ну я не верю счет противогазов и дробовиков но ладно и вот уже идет штурм из столицы собственно говоря достаточно быстро она и пала победа близко до демократические медвежьи общины немножко она дыма в принципе так и есть кажется же мы демократически есть конечно же вообще на и мы заставили потерять 320 тысяч получили мы все восемь процентов господи как же это мало хотя именно мы ты решающий вклад захватив большую часть их страны и разбив основных танковые силы еще живые и вот раздел но по ощущениям мы очень мало чего получим и забираем мы еще некоторый флот у них мы можем и можно было бы еще какие-то ладно давайте-ка я сейчас покажу что мы в итоге получили очень мало ранее мало я смог сделать себе здесь вот марионетку небольшую здесь у саленграда еще своя марионетка теперь они все в одном фронте это очень большая проблема на самом деле давайте сделаем вот так нам бы еще хотя бы здесь территории получить целом если сделать хотя бы какой-то оплот вот у нас есть речка и нормальная как бы возможно защититься здесь мы сможем вот за этой речкой если что защищаться то есть как бы какие-то силы чтобы не сюда стягивали будет вроде как нормально и мы смогли захватить немалое количество кораблей на самом деле очень хорошее количество кораблей наш флот с ними должен стать посильнее вот война окончена лев глаз вернутся сопротивлением потом капитулировала мир вернулся на будет ли он долгим хороший вопрос хороший вопрос мы постараемся чтобы таки вернусь справедливо так сказать потому что ну как-то как-то несправедливо мы схватили столицу мы схватили основные города разбили их танковые армии а все подражает эквестрия и оленград можно ложный 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 вождь коммунизма как бы этим надо что-то сделать начнем из отражения в веке она ватика да и направим наших танковых медведей так за грани прошлого со стало ясно чего он добился развел даже самые смелые мечты акс переломный момент время пришло будущее улице туда у нас тут имеется еще сми разучит неплохо дать полярное государство либо установить самоуправление пингвинов а ну что думаю что сдаст это целом территории в автономной и п.ж 3 чем бафы и темперамент полярных медведей мы сделаем в реалов и полярел королевство полярной магии как государство ну и назовусь полярное государство потому что ребята уж слишком тут сильные бафы с национальным территориями становится самое главное почему очень много бафов к атаке защите против каких-то стран а их здесь немало потому что нам еще воевать снова с и с ульями и снова и грифонии свержили из особо 0 и потом свободный королев за ченжлингов вот с этими да а вержили по моему тоже кстати говоря не здесь но равно и так полярное государство готово это у нас ледяные инструменты пингвинов непонятно почему приятно какой-то баф еще получить у нас здесь вот очень сильные бафы есть минус разведанные это на самом деле сильно потому что скорее всего у нас будет бонус дошифрования тогда всегда все насчет этого давайте-ка наконец-таки создадим агентство потому что как бы нужно а еще мы можем сделать с национальными территория вот эти вот и так понимают белая копытца если ела я поела и найдется а это захваченной территории тетях сталин было бы наверное неплохо хотя блин там только manpower что наверное не сильно интересно а а зато альянс смотрите-ка альянс это распались это то что нам и надо было мы теперь сможем выбить птицы и сталинград отдельно от всех отлично поехали в из рельс революционеры реакционеры точнее вот на них хватка была столь сна что лап почти изгибнула край металлического подиума а сам исчисок это лишь что в нашем мире это грифон и форс как свои жирные перья раскидывает клювы существовали грифон скорее всего боем чего мы трудимся работаем до великолепная речь получаем кучу претензий и можем получить на самом деле казус были уже я очень рад что лент распался иначе было бы как-то неловко но нам сначала давайте с вот этими давай и мы вот таки поэтому давайте исчезнем из мира пока что если что мы уже делаем по 26 броней панцер медведей на самом деле невероятно как наша промышленность и маленькими ресурсами может произойти так много но это все конечно же сила коммунизма а там все говоря вот что произошло или победила и альянс них произошел антанта любопытно так мороз на защите давать теперь вечно скрытая от взора ну что ж наш готов казус белли а за сигарет посреди отчинился уже блин красивый флот прекрасный и жигов на самом деле не маленький он был и перенаж и готовы дамы сюда наступать я думаю только продолжим уже ребят следующей серии мы смогли победить ченжлингов построили уже неплохую промышленность этим можно уже хотя бы жить конечно это не сравнится за вот этим но когда у нас будут такие цифры я думаю нам уже ничего в принципе в этом мире не нужно будет кроме победы коммунизма конечно же ассори был дабы обязательно подписывайтесь если еще не подписано лайк коментариев и дискорд ребят как обычно и до скорых встреч пока